приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы близится пасха а также близятся майские праздники сезон шашлыков гриля колбасок и будем раскрывать и поднимать тему колбасок на гриле и всяких всяких таких природных вещей то что можно пожарить на маевке то что можно приготовить на каком-то выездном так сказать отдыхе ну и естественно несколько рецептов пасхи так вот о колбасах ну на самом деле моим наверно колбасным изделием number one на пасху является украинская колбаса классическая украинская колбаса мы делали один рецепт колбасы там где нет больших кусков сала вот я не люблю в колбасе больших кусков сала ссылочку на приготовление украинской колбаски традиционного пасхального блюда оставлю в описании видео но есть одна как бы для многих людей есть такая проблема первых свиная колбаса украинская колбаса делается именно из свинины достаточно жирная многие не любят свинину многие не едят свинину но и есть в принципе просто возможность разнообразить свой пасхальный колбасный стол еще одним видом колбаски который мы с вами хотим поделиться сегодня приготовим куриную колбасу но не просто куриную а пол куриную колбасу с картошкой блюдо очень классная очень интересная совершенно необычная и реально станет украшением не только пасхального стола но и любого пикника да и просто обычного обеда в семейном кругу для приготовления колбасы нам понадобятся куриные бедрышки мы уже зачистили бедрышки смотрите можно взять и грудинку но если будете использовать грудинку колбаса получится очень сухой можно так сказать решить этот вопрос добавим немножко свиного шпика но как бы идеальный вариант это бедрышки вот они такие достаточно жирные ну и как бы колбаска будет сочная для приготовления 1 килограмма колбасы используйте 750 грамм бедрышек и 250 грамм картофеля далее нам понадобится лук чеснок петрушка из специй мускатный орех черный молотый пели перец молотый лавровый лист для посола будем использовать 18 грамм обычной поваренной соли и свиная черева ну или натуральная оболочка свиная вот такая вот штучка все эти ингредиенты можно приобрести в интернет магазине аромат дерева прошу прощения ссылочку на интернет магазин а также промо код на скидку 5 процентов найдете в описании видео ну и речь естественно о куриной грудинке не идет а речь идет о товарах для приготовления колбас очень классный интернет магазин с удовольствием его рекомендую вот как бы если надо не только черева а любые оболочки коллагеновые натуральные оболочки специи кстати специи очень большой выбор причем очень классных плата давайте не об этом давайте приступим к приготовлению колбасы но не забывайте что в описании будет промо код на скидку кстати количество всех ингредиентов для приготовления этой колбасы а также пошаговый рецепт приготовления найдете в описании видео можно видео посмотреть а потом скопировать себе рецепт и уже действовать по рецепту так сказать друзья первую очередь подготовим лук для этого нарежем его мелкими кубиками и обжарим до золотистого цвета на растительной масле процесс обжарки уже показывать не будем потому что ну думаю что нет смысла чтобы видео не затягивать просто вот таким вот образом лучок на решат нарезаем и обжариваем пока цыбулька жарится можно очень мелко порезать петрушку и смотрите друзья если у вас есть укроп базилик эти травки тоже можно добавить в колбаску она будет только вкуснее у нас к сожалению вот на момент приготовления не было ничего кроме петрушки петрушка конечно самая яркая но можно добавить я же говорю немножко укроп чека немножко базилика чеснок можно нарезать ножом на мелкие кубики или натереть на мелкую терочку далее куриные ребрышки измельчаем на мясорубке я использую большую решетку с диаметром отверстия 20 миллиметров на обычной мясорубке можно использовать подрезную решетку с овальными отверстиями если нет такой крупной решетки то мясо следует порезать кубиками размером где-то 5-6 миллиметров чтобы оно было максимум сантиметров чтобы оно было не очень крупное в последнюю очередь подготовим картофель картофель надо порезать достаточно мелко кубиками размером где-то 5 миллиметров чем меньше мельче тем лучше и вот смотрите друзья по поводу мяса но картофель в последнюю очередь мы делаем для того чтобы он не потемнел а вот что касается мяса мясо лучше использовать хорошо охлажденное или даже подмороженное тогда наша колбаса будет значительно сочнее должно получиться примерно вот так вот далее все все ингредиенты надо хорошенько вымешать я буду использовать планетарный миксер можно также использовать обычный ручной миксер но в крайнем случае можно вымешать и руками но главное тут ключевое слово хорошенько загружаемся в чашу миксер просто ингредиентов достаточно много в принципе руками его вымешать можно если осторожно сюда же отправляем все специи естественно соль и начинаем вымешивать где-то в течение 3-4 минут в результате у нас получился совершенно однородный колбасный фарш сейчас покажу его ну вот такой вот ты все хорошенько перемешана и стала однородной массой теперь картошка не будет выпадать из готовой колбасы ну по крайней мере я на это очень надеюсь перемещаем весь фарш колбасный шприц переместили фарш колбасный шприц и на цепку надели свиную череву перед использованием свиную череву которая продается в засоленном виде не следует промыть от соли и замочить в воде минут на 15 ну что поехали не очень плотно набираю набиваем колбаски такая у нас средняя набивочка должна быть и Продолжение следует... Далее из полученной колбасы либо можно сформировать отдельные колбаски методом перекручивания нужной длины, либо сформировать колечки, что, на мой взгляд, будет значительно лучше. Вот таким вот образом длина где-то может быть 40-50 сантиметров. Примерно вот так вот. Формируем колечки и кончик черевы просто перекручиваем. Готовые колечки перевяжем веревочкой, чтобы они у нас не развернулись, когда мы будем делать тепловую обработку. И отправляем на созревание. Все зависит от того, сколько времени у вас колбаска будет созревать. Если вы это делали не вечером, а утром, днем, то достаточно 2-3 часа при комнатной температуре. Если есть желание оставить ее на ночь, тогда лучше поместить в холодильник. Это делается для того, чтобы специи хорошенько раскрылись и колбаса набралась вкуса. Через 3 часа приступаем к тепловой обработке. Устанавливаем в духовом шкафу температуру 80 градусов. На решетку помещаем колбасу. На дно духового шкафа противень или любую другую посудину с кипятком. Конвекция нам не нужна и желательно, чтобы нагрев был только нижний. Будем проводить процесс паровой варки. Температура 80 градусов, время паровой варки час 10. Если у вас есть обычная пароварка, можно также приготовить эту колбасу в обычной пароварке. Но у нас пароварки нету, поэтому по традиции готовим в духовке. Друзья, мы повесили в колбасу кулинарный щуп для того, чтобы подкорректировать время. И действительно, время пришлось подкорректировать. Все-таки паровая варка заняла час 20. Колбаска готова. Теперь ее можно охладить и далее. Можно зажаривать в духовке, можно зажаривать на сковородке, можно зажаривать на гриле и просто на шампурах на мангале. Ну, в частности, одну для дегустации мы сейчас зажарим в духовке. Остальные колбаски будут у нас отдыхать. То есть ее можно, в принципе, сразу обжаривать после приготовления. А можно, если вы готовили впрок, допустим, на какой-то праздник, можно колбасу охладить, поместить в холодильник и потом уже излещи с холодильника и обжаривать. Разогреваем духовку до 200 градусов с включенной конвекцией. Колбаску смазываем маслом, вот так вот, кисточкой с двух сторон, чтобы она хорошенько подрумянилась. И помещаем колбасу в разогретую духовку на 20 минут на запекание. Через 20 минут колбаска готова. Извлекаем ее из духовки. Очень вкусно и ароматно шкварчит, как видите. Друзья, я забыл сказать, в процессе запекания мы один раз колбасу перевернули, для того, чтобы она с двух сторон равномерно запеклась. Естественно, если вы готовите на мангале или на гриле, тоже ее переворачивайте. И на сковородке, соответственно, тоже. Для того, чтобы показать разрез колбаски, я взял уже остывшую колбасу, потому что в горячий разрез показать нереально. Вот так вот колбаска выглядит на разрезе, друзья. А теперь режем только зажаренную и дегустируем. Конечно же, дегустировать будем обязательно, обязательно с горилочкой. Такая колбаска без горилочки, это просто ни о чем. Вот смотрите, она достаточно горячая, она холодная. Я показал разрез. Колбаса очень-очень сочная и очень ароматная. Давайте будем пробовать. Для дегустации куриной колбаски с картошкой я буду использовать обычную водку. Ну как, это не обычная водка, это домашняя водка, хорошая, 45-градусная, вкусная. Но эта колбаска, друзья, это просто фантастическая закуска. Нежнейшая, очень ароматная, она просто тает во рту. Вот для нелюбителей жирного, для нелюбителей свинины, это самое то. Ну что, ваше здоровье, дорогие мои. Чтобы у вас колбаска получилась. Ну что ж, друзья, с удовольствием вам представляем рецепт картофельной и куриной, или куриной и картофельной колбасы. Можно ее назвать куриная с картофелем, можно картофельная с курицей. Но все-таки по количеству ингредиентов, наверное, все-таки куриная с картофелем. Колбаса просто фантастическая. Сейчас будем ее хомячить с ловицей, под водочку, конечно. Что я еще хотел сказать. Отличный рецепт на пасхальный стол. Отличный рецепт на выезд на природу, на маевку. Ну там, не знаю, кто-то не празднует 1 мая. Все равно все выезжают в лес на шашлыки. Попробуйте приготовить эту колбасу. Это действительно фантастически вкусно. И главное, это очень необычно. Мы привыкли к тому, что курица всегда сухая. Эта колбаса, она не сухая, она очень сочная. Попробуйте, вам действительно понравится. Еще такой вопросик есть. Есть еще рецепт чисто картофельной колбасы, без курицы, без мяса. Вот если есть желание, пишите в комментариях, и мы приготовим для вас такую чисто картофельную колбасу. Тоже обалденная реально. Друзья, на этом все. Пробуйте приготовить по нашему рецепту колбаску. Естественно, подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить нам лайк. Я очень надеюсь, что заслуженный. Ну, если считаете, что не заслуженный, в конце концов, поставьте дизлайк. Естественно, вопросы задавайте в комментариях. А мы с Ларисой готовим для вас новые рецепты. Всего доброго, пока! Пока!